О, мошенник из мессенджера! Попался! Защитим от спама и мошенников, как при обычных звонках, так и в мессенджерах. Подключи бесплатно в приложении Beeline. Beeline. Самый безопасный оператор. Так, я в отношениях. Поэтому тема сегодняшнего выступления – ПМС. Я понимаю, девочки, я понимаю, миллион шуток было придумано уже про ПМС. Я понимаю, что как будто уже все шутки придуманы, но вы же не перестаете удивлять. Короче, у моей девушки был недавно ПМС, выходит из ванной просто в соплях, в слезах. Просто я говорю, что такое? Она говорит, у меня руки длинные. Я настолько не ожидал услышать это, и поэтому зачем-то я ей говорю, давай сравним. Я выставляю вот так руку, она выставляет, сука, реально длинные у нее руки. Реально, я аж убрал ее. Я аж убрал ее руку, потому что она вот так еще мне по колено, ростом. Длинные ручищи. На самом деле все как бы там подуспокоилось, все как бы, все, ПМС закончился, но прикол остался. Поэтому мы, когда просто с ней телек смотрим, на диване сидим, я говорю... А ты можешь вот, не вставая с дивана, чипсы на кухне схватить можешь? По-моему, может. Я снимаю в стендапе на ТНТ, вот в этом году, по-моему, будет уже пять лет. Да. Вот благодаря всему вот этому у меня был недавно концерт на Мальдивах. Спасибо. Спасибо. Я благодарен за эту паузу, что... Честно говоря, я когда сам говорю, что я был на Мальдивах, я такой, ах ты гандон, я тоже про себя так думаю немножечко. Мне организаторы реально позвонили, организаторы говорят, Валентин, хотим организовать ваш концерт на Мальдивах, но без гонорара. Сами понимаете, Мальдивы. А я понимаю. Я в метро еду, когда вы мне сейчас звоните, мне мужик вот так килькой в томате, мне в ухо дышит. Я понимаю, конечно, я согласился. Плюс было еще одно условие, они говорят, можете, Валентин, на Мальдивы взять с собой еще одного человека. Дело в том, что я когда мне это предложили, я со своей девушкой только-только мы начинали общаться. Вот только-только, прям вот только мы начинали общение, поэтому я сказал, мне некого взять. Ну, потому что, ну согласитесь, ну странно, в начале прям отношений, прям сразу в начале мне ее на Мальдивы. Сразу на Мальдивы, мне потом что делать? Мне потом как вот эту планку повышать в сюрпризах, как мне, что мне, потом сразу ее на хату к Педро Паскалю отправлять? Сразу бизнес-классом пусть едет. Смеемся над этими пацанами с одной розой в целлофане, он стоит возле метро, первое свидание. Ха-ха, ловим с него, спокойно, молодец он. Я вообще считаю, на первое свидание надо просто с целлофаном приходить. Если она найдет ему применение, все, дальше можно с ней уже отношения как-то выстраивать. Все, мы продолжили с девушкой общаться. Пришло время, короче, мне лететь на Мальдивы. Очень тяжело объяснить своей девушке, что ты летишь на Мальдивы один. Я говорю, мне надо уехать. Она говорит, куда? Я говорю, далеко. Конечно, ей пришлось признаться, что я на Мальдивы поеду. И что-то вот сразу такая поддержка началась. Она говорит, а как ты там один? Говорит, а кто тебе вещи перед концертом будет гладить? К слову, у меня был концерт в Чебоксарах недавно. Что-то с утюгом не бегало за мной вообще. Нормально мятый выступил. Нормально мятый выступил. С другой стороны, я рад, что я один поехал, потому что там же были пары. Там тоже были пары. Там был парень с девушкой. Ну, этот пацан бедолага, ну, он *** ее фотографировать. Не заколебался, не задолбался. Он так и сказал мне на завтраке. Я ***. Я его не знаю. Я ему уже хотел сказать, брат, давай я тебя как в футболе поменяю. Реально. Потому что он вот так все время с телефоном за ней ходит. У него уже на лице загар от телефона был. Бедный человек, бедный человек. Очень там хорошо. На Мальдивах очень хорошо. Но скучновато. Скучновато. Вот одного как будто красного и белого не хватает. Вот чуть скучновато там. Вот один... Все, другой курорт. Другой курорт. Потому что мне еще есть с чем сравнивать. Я 20 лет прожил в городе-курорте Анапа. Ну, вообще. Ну, другой курорт, понимаете. Другой курорт. Вот Мальдивы, Анапа, конечно, разные курорты. Мне там на Мальдивах ни один мужик не подошелся, не сказал. Можешь вещи посторожить, я посру пока. Никто, ни один. Ни один. Никто вот так полотенце не постелил, тапки по углам не расставил, чтобы полотенце не улетело. Никто вообще не... Чуть-чуть немножко другую. Вот один алкомаркет туда, и вот уличная караоке. Сука, другой курорт будет. Уличная караоке. Это градообразующее предприятие города-курорта Анапа. Если ты просто в караоке со стенами, ты как бы, значит, сам хотел здесь оказаться. Когда ты просто в уличном караоке, ты свидетель уличного караоке. Ты внезапно там оказываешься. Там что только я не наблюдал. Я видел в Анапе мужик вот так просто в телевизор вот так орет просто. Привет, Андрей! Мимо него идет вообще другой мужик, говорит. Я Антон. Это... Вообще не стопроцентная синхронизация. И местная флора и фауна. Меня впечатлила очень там местная флора и фауна. Потому что я вообще очень люблю, когда животные, они существуют вот в естественной среде обитания. То есть когда их не ограничивают. Потому что в Анапе с этим немножко сложно. А там на Мальдивах там... Там не было ни одного мужика, который бы вот так летучую мышь за ногу поймал и такой... 600 рублей! 600 рублей. С Мариной сфотографируйтесь. 600 рублей. Вообще ни одного не было. Существуют в своей среде обитания. Там вот эти летучие мыши. И плюс там еще есть летучие лисы. Лисички. Летучие лисички. Летучие мыши, они немножко такие как бы. Они у них... Лицо как вот у женщины на диете. Они все время... Для нее все пидоры вот в округе. Вот они вот такие летучие мыши. А летучие лисички, они очень миленькие. Они такие пучеглазенькие. Они очень миленькие, хорошенькие. Они вот так, когда в своей вот так крылышке заворачиваются, как будто в плед. Она завернулась вот так вот. Какао не хватает, чтобы она сидела вот так вот на подоконнике, как будто она вклипела лсу. Очень милая. Очень милая. Поэтому мне кажется, если бы в фильме Бэтмена укусила летучая лисичка, он бы спасал бы Готэм от хренового настроения. Начинаем веселиться. Я вначале рассказывал про то, что я в отношениях. Есть один момент, который мне не очень нравится. Почему-то так сложилось, что... Вот исторически как-то сложилось, что вот всякие подарочки, там вся вот эта история подарки, как бы львиная доля на парнях. То есть мы отвечаем за подарки, за эмоции мы отвечаем. Там телефончик, там лэптопчик, что-то, да. Я вроде неплохой парень, но, пацаны, у вас не было такого? Вот ты решил телефон подарить? Вот так возле магазина стоишь? И такой... Может потом... Не было такого? Просто на секунду. Секунда, просто секунда. Не было? Просто... Может потом... Не было? Просто мы как бы вот дарим какие-то такие ощутимые подарки. А вот мне моя девушка недавно подарила поход. Поход на скалодром. Она мне подарила поход на скалодром. Я просто, честно говоря, я не помню, чтобы я как-то намекал, что я скалолазом хочу быть. Что у нас как-то, я не помню, чтобы лифт в доме сломался. Я такой, погнали по трубе, по водосточной трубе, погнали на 12 этаж. Я вообще не помню, еще подарила совместный поход на скалодром. То есть я могу жестко опозориться там. Я могу жестко там опозориться. Поэтому я оттягиваю этот совместный поход с ней на скалодром. Мы еще ни разу не сходили. Но я сам уже 4 раза был. Я хочу знать, что там меня ждет. Я не хочу потом с ней, я не хочу потом с ней прийти. И потом мне какая-то пятилетняя девочка просто как лоха дернет. Просто фу-фу-фу-фу за 5 секунд заберется. И вот так будет факи мне оттуда сверху показывать. Это я не придумал. Это у меня на второй раз случилось. Просто как лопуха меня пятилетняя девчушка просто дернула. Девчонки тоже просто уточняйте, что нам, какие подарки нам делать. То я уже был тоже как-то раз на первом свидании с девушкой. На картинге мы пошли. Картинг мы пошли. Просто как лоха меня дергала на каждом повороте. Просто фу-фу-фу-фу. Я еще не двинулся. Она уже три круга проехала. У нее еще башка, как у совы на 180 разворачивается. Вот так. Хохочет. Она плюнула один раз меня. Плюнула она. Слава богу, она в шлеме была. Больше мы с ней не виделись. Я вообще за подарки в целом. За подарки. Но я считаю, что некоторые подарки все-таки переоценены. Я считаю, девчонки, что цветы, например, как подарок переоценены. Я объясню. Я согласен с фразой «дарите женщинам цветы». Я согласен. Но просто эту фразу придумали, когда букеты по 15 косарей не стоили еще. Плюс время еще другое. Но согласитесь, вот 15 косарей букет или сразу на карту 15 косарей? Какой вариант? Конечно, второй. Другое время. Плюс у вашей девчонки еще предпринимательская жилка есть. У моей точно девушки есть. Она мне каждый вечер звонит. Вот так говорит. «Алло, сейчас домой поеду. На метро. На этом вонючем санном метро». Я говорю, ладно, ладно, хорошо. Скидываю ей деньги на такси. А она все равно, сучка, на метро приезжает. Накопила уже сама, может, на Мальдивы поехать. Я не против букетов. Я не против цветов. Но есть один момент. Вот на 8 марта я подарил ей букет. Тюльпаны. Подарил большой букет. 15 косарей тоже не просто так сумма взялась. У меня дома телевизор. Он 15 косарей стоит. Ни разу не завял. Всегда работает. 15 косарей букет. Подарил тюльпаны. Все. Парни, если соберетесь с девушкой своей дарить тюльпаны, вы просто... Я не знал. Но имейте в виду, что они воняют. Они когда отжили свое... Вы не знали? Я не знал. Они воняют жестко. Говном. Я извиняюсь. Они пидарасят жесточайшим образом. По-моему, в биотуалетах в Анапе такой запашины нет, как от этих тюльпанов. Я просто не знал. Три дня они завяли. Она их достает из вазы, этот букет. Я в другой комнате был. Я аж услышал этот запах. У меня глаза слезятся. Воняет просто с ума сойти. Я выбегаю в эту комнату. Она вот так на вытянутых руках держит этот букет. Слава богу, руки длинные у нее. Слава богу. Я очень ждал эту шутку. Вот так держит этот букет на вытянутых руках. Я выхватываю этот букет в пакет, завязываю пакет, выбегаю в подъезд, вызываю лифт. Захожу в лифт. Вы же знали, да, что когда ты с чем-то вонючим едешь в лифте, на каждом этаже люди заходят. Просто на каждом этаже. Я на 12 этаже живу, на каждом заходят. Я один с пакетом. Никого больше. Я один с пакетом. Я реально как будто насрал в этот пакет. Мне очень неудобно. Я с этим пакетом. Люди на меня смотрят. На пятом этаже просто зашел мужик. Он ничего не сказал. Он вот так сделал. Вместо тысячи слов. Он так опешил. Мне неудобно уже совсем. Ну, я ничего не нашел лучше, кроме как сказать. Я говорю, это тюльпаны. На что мужик говорит, ну, больше никогда их не ешь. Договорились. Москва у меня на этом все. Спасибо. Пока. Джо Байдена уволили с поста охранника в МФЦ. В общем, мы вынуждены с вами расстаться. И это не маразм. Почему все так несправедливо? Это новый сериал, который никогда не покажут в Америке. Прошу любить и жаловать наш новый учитель по-английскому. Я русский учитель, который прожил в Америке 30 лет. Т-з-язык должен упираться вверх-низу. Запомнил? Гудбай. С 28 октября в 9 вечера. Премьера на ТНТ. Не забудь подписаться, поставить лайк и нажать колокольчик. Не пропускай выход любимого шоу. Редактор субтитров А.Семкин